Привет, с вами друзья и гости канала, и мы сейчас с вами пойдем в сказку. Да-да-да, именно в сказку, в сказку, в сказку. Так, что такое лесная сказка? Это прежде всего лесная сказка 2, это коттеджный поселок, где действительно коттеджи, где хочется жить. Хоть здесь и нет вида на море, но здесь просто коттеджные поселки находятся в окружении зелени. И здесь по-настоящему круто, по-настоящему потрясающе. И даже сегодня не самая лучшая погода, ну как не лучшая погода, нормальная погода, но видимость очень хорошая. Я покажу вам парочку домиков, и вы сможете выбрать для себя оптимальный вариант. Чем хорош, что здесь есть, конечно же, бассейн большой, достраивается, спортивный зал, закрытая территория. В общем, много-много чего интересного. Ну и сейчас, ребят, я вам покажу готовый домик и покажу стройку, которую вы можете купить. Здесь, потому что экономия существенная, ребят, чтобы вы понимали, но опять же, не каждый из вас сможет приобрести здесь коттедж. Не потому что у вас денег нет или еще что-нибудь. Нет, конечно, деньги-то есть, все же у нас работают, зарабатывают. Дело в том, что в данном коттеджном поселке, перед тем, как вы что-либо сможете привезти, вы встречаетесь сначала с застройщиками, их три человека, с ними общаетесь. Если вы на одной волне, если вы нормальный, адекватный, если вы порядочный по жизни, то они вам продут. А если вы, как бы, мягко говоря, с гнильницой, например, да, какой-то такой, ну, жизнеобиженный и тому подобное, то, скорее всего, вам придется покупать где-нибудь в другом месте. Здесь вам точно не продут. Итак, показываем первый вариант. Это у нас сейчас готовый для гостевого дома. Здесь будет основной дом и вот здесь очень много земли. И за счет этого данный домик, вот на этой стадии, если заходить, стоит 35 миллионов рублей. 35! Чтобы вы понимали, площадь просто сумасшедшая. Сейчас мы с вами посмотрим готовый дом. Готовый дом будет стоить 40 миллионов рублей. Но это коттеджный поселок Лесная сказка. Здесь вы платите за инфраструктуру. Сейчас мы с вами перейдем потихонечку. Давайте все это покажу вам. Потихонечку-потихонечку-потихонечку мы с вами проходим. И вот именно здесь вы можете себе приобрести вот такой вот тоже у нас. Здесь 8 соток всего лишь будет домик гостевой, бассейн. Все будет сделано под ключ. И этот вариант может сейчас купить за 30 миллионов рублей. 30 миллионов рублей. Это действительно очень дешево, учитывая качество, учитывая место, учитывая локацию. Это действительно круто. Это действительно супер. Вот в этом месте вы можете купить за такие деньги. Рядышком вы не можете купить, потому что он уже продан. А вот здесь, вот видите, гостевой дом уже готов. Мы сейчас с вами посмотрим готовый дом, который стоит 40 миллионов рублей. Если, например, я покупал бы себе, то, наверное, я бы 10 миллионов решил сэкономить и купил бы именно здесь. Хотя, знаете, что если бы мне загорелось сделать ремонт, может быть, и данный вариант я тоже бы рассмотрел. Что вот в этом хорошем, да, вот в этом домике? В этом домике есть небольшой плюс. У него, блин, офигенная, офигенная планировка и офигенная территория. Сейчас мы с вами попробуем зайти вовнутрь. Потихонечку. Понятно, что здесь должна быть подсветка. Понятно, что здесь должно быть все хорошо. И вот здесь мне больше всего нравится. Это, конечно же, ребят, гараж. Гараж то место, которое, наверное, для мужчины должно быть номер один. Это действительно здесь можно поставить спокойно 4 автомобиля. Если кто-то скажет, блин, Макс, зачем 4 автомобиля? Ребят, можно здесь спокойно поставить квадроцикл. Можно там лодку какую-нибудь резиновую, чтобы можно было. Можно было простую обычную лодку. Вот такой гараж, в принципе, и должен быть. Потому что все-таки нужно ставить себе определенные цели. Тем более мы мужики. И нужно что-то такое для себе, себе такое ставить. Гардиозное. И такой гараж, он должен быть. Никуда от него не деться. Нужно было, чтобы там, не знаю, всякую утварь хранить и так далее. В целом, все супер, все хорошо. Здесь, наверное, мы не сможем сейчас посмотреть, куда у нас там выходит. Наверное, закрыто. Хотя нет. Вот здесь мы можем выйти с гаража на свою небольшую территорию. Но, опять же говорю, она здесь территория есть. И территория есть в другом месте еще. Но сразу видно, что все-таки домик сделан очень хорошо. Снаружи стравертина. Это самый дорогой у нас материал по отделке снаружи. И давайте потихонечку теперь поднимемся в сторону гостевого дома. Посмотрим, что же там у нас интересного имеется. Подсветка. В общем, гараж мы машину загнали. И поднимаемся с вами наверх. Если вдруг приехали ваши близкие друзья, знакомые, они спокойно могут разместиться вот в этом домике гостевом. Здесь можно взять изолированную спальню и кухню-гостиную. Почему мне нравится именно тот нижний дом, ребят? Потому что у него интересно реализована крыша. И у него с той стороны тоже есть окно. И получается, с гостевого дома там просто потрясающий вид. Здесь тоже, в принципе, просится сделать окно в ту сторону. Потому что там вид просто бомба на гору Ахун. В общем, там все хорошо. Вот в этом домике, кстати, уже было, видите, крыша немножко по-другому сделана. Ну, в крайнем случае, я думаю, можно здесь немножко видоизменить. Еще раз повторюсь, вот этот домик на 8 сотках земли можно купить за 30 млн. Данный домик, который готовый с документами, можно приобрести за 40 млн. рублей. Притом здесь площадь, вы сами сейчас увидите, просто огромнейшая. Здесь есть зона барбекю, та, которую, наверное, мечтает. Раньше я про барбекю спокойно говорил, а теперь я хочу. Я просто иногда хочу прийти вечером домой, чтобы здесь была подсветка какая-нибудь ненавязчивая. И просто приготовить для своей любимой просто рыбку, либо приготовить мясо. В общем, не знаю. Вот такая у меня стала идея фикс. Здесь единственный недочет, ребят, что все-таки низко вот здесь сделано. Низко. Там, например, лучше все это сделано. Вот с той стороны. Ну, по сути, здесь можно было укоротить немножко. В общем, поэтому я рекомендую все-таки взять за 30 млн. И я думаю, он вам больше понравится. Что касается бассейна, хороший, полноценный, глубокий, с ограждением будет, да, такой вот заборчик красивый. И, соответственно, рядышком стоят все дома подобные, красивые, такие же, да. В этом доме уже начали делать ремонт, потому что этот дом уже куплен. И вот там, да, смотрите, уже делается ремонт. В общем, супер. Супер, супер, супер. И такие дома действительно покупают чаще всего на линии строительства, для того, чтобы можно было подкорректировать то или иное. Но вид уже хороший. Здесь мы с вами попадаем, если, например, вдруг у кого-то из вас что-то там случилось. Хотя я думаю, что мы попадаем с вами в зимний сад. Я так думаю. Также мы с вами видим хорошую территорию, где вы можете посадить абрикосы, можете посадить хурму, можете посадить все, что угодно. Участок, в принципе, хороший, добротный. Зона барбекю есть, бассейн есть, все есть. И это прям полезный участок, где вы можете использовать его по назначению. Вот здесь видите такое-то здание? Вот там будет у нас скрытый бассейн, и там уже будет спортивный зал. Его почти доделали. Это тоже большой плюс. Где вы еще в таких этажных поселках видели вот именно такую инфраструктуру? Окна дорогие. Рехау. И давайте посмотрим, что же здесь мы еще с вами имеем. Ну, по логике, ребят, здесь должна быть зона кухни. И, сказал бы, кухня-столовая. Кухня-столовая. Здесь, я думаю, что должен быть по логике зимний сад. Вот именно здесь. Кстати, там можно было еще внизу баньку сделать, при желании. Потому что там слишком много места. Здесь у нас зал. Зал со вторым светом, как многие из вас и хотят. Я думаю, что здесь можно еще баньку организовать. Вот, прямо внизу можно организовать баньку, ребят. Прямо она просится сюда. И вот здесь посмотрите, да? Как шикарно, как хорошо. Опять же, стены уже отштукатурены. Тоже большой плюс. Супер. Офигенно. Санузел тоже здесь подразумевается, что будет большой. Вот он, да? Ну, реально большой санузел. Можно здесь что-то придумать, отгородить. И, конечно же, вот эта часть. Это здесь, наверное, шкаф. Я думаю, что здесь по логике должен быть зимний сад. Хотя, ребят, при желании и с этой стороны можно сделать у нас сауну. Да, комнату отдыха можно сделать вот именно с этой стороны. И вот он сразу будет выход в сторону бассейна. Я думаю, что сауну при желании можно сделать и здесь. Кто-то скажет, Макс, а гости? Ребят, а гости вот, для гостей. Вот он домик. Гостевой домик для гостей. Все, с первым этажом мы определились, что большой. И что можно здесь очень много себе нафантазировать. Здесь мы понимаем, что, наверное, просится где-нибудь еще камин организовать. Ну и наверху давайте посмотрим, что у нас имеется. Кто-то скажет, что можно комнату сделать. Нет, ребят, здесь не нужно комнату. Здесь просто можно максимум, чтобы поставить там стол какой-нибудь, чтобы там просто сидеть, смотреть направо-налево, вдохновляться красивыми домами, такое вдохновение получать, вдохновение точнее. А вот сами спальни у нас, соответственно, будет вот у нас с левой стороны спальня, со своим санузлом, большая хозяйская спальня. Хорошая, добротная хозяйская спальня. Тут же вторая спальня. И вторая спальня тоже со своим санузлом. С видом на свою зелень, которую вы поставите красивенькую. Ну и вот здесь тоже еще одна спальня, либо игровая. И здесь тоже можно сделать санузел. Вот видите, у нас в каждом месте для санузла все у нас приготовлено. Поэтому здесь тоже можно сделать санузел. Тоже получится хорошая, добротная спальня. По итогу у нас три спальни классические. И там мы с вами поднимаемся на третий этаж. Это мансардный этаж. Здесь можно сделать при желании кальянную. Также можно здесь сделать при желании бильярдную. Я бы, наверное, здесь все-таки сделал, есть у меня идея фикс, хотя я это уже проходил 50 раз. Я бы, наверное, все-таки сделал здесь, может быть, спортивный зал. Может быть, можно было здесь организовать и сделать, я не знаю, лично, я думаю, можно было здесь сделать кинотеатр домашний. Хороший, добротный, классный кинотеатр. Либо же комбинет. В общем, было бы желание, ребят, можно здесь сделать все, что угодно. Вот здесь напротив у нас спортивный зал. Здесь же напротив у нас скрытый бассейн. Вот его сейчас доделывают. Ну и вот такая территория. Территория, территория, еще раз территория. Все-таки офигенно сделан дом. Понимаю, что дом слишком большой. Но, ребят, учитывая, что он сделан качественным, я думаю, что на обогрев здесь не будет так много денег уходить. Опять же, данный поселок полностью газифицирован. Политического будет хватать, все будет хватать. Кстати, сделано все очень даже хорошо. Да, мощно. И вот, как бы, куда сейчас скажешь, дом большой или еще что-то. Да, ребят, можно так сказать. Но ответ очень прост, блин, потому что, да, может быть и большой. Но, ну, как сказать, ну, три спальня. Вверх, не этаж, если вам не нужен. Он всегда вам понадобится. Все равно, когда-то начинают все это пристраивать, достраивать и так далее. Лучше сразу взять готовый, нормальный, чтобы потом не колхозить. И все. Виды, виды здесь хорошие, полезные пути, шикарные. Я думаю, что данный домик заслуживает вашего внимания, заслуживает вашего уважения. И, в принципе, если бы я себе строил дом, наверное, строил такой большой. Хоть мы и говорим, что 120 квадратных метров хватает. Ну, вот я сегодня смотрю в Танхаусе 120 квадратных метров. Ни фига не хватает, ребят. Все-таки хочется, чтобы комнаты были большие, шикарные. Хочется, чтобы была и баня, может, даже вы не будете ходить. Может, хочется, чтобы бассейн был. Хочется, чтобы действительно была кухня, столовая, гостиная, чтобы была отдельно. Все-таки вот хочется именно так. Хочется, может быть, чтобы здесь был зимний сад. А может быть, чтобы здесь еще что-нибудь было. Ну, можно много чего найти. Можно просто, чтобы комната релакса, досуга и так далее. Хочется выходить, и здесь хороший полноценный бассейн, а не зарытая корыта. Хочется вот, вот, хочется, чтобы, если гости приехали, чтобы они себя чувствовали комфортно. Чтобы они спокойно могли разместиться. Вот именно так. Им этого хватило место за глаза. Хочется зону барбекю. Внизу хочется все-таки разделить огород где-нибудь, чтобы были красивые какие-нибудь те же самые, не знаю, там, деревья. А здесь, например, можно было там посадить, там, например, тот же самый лук, чеснок и тому подобное. Опять же, внизу можно при желании сделать сауну. Вот именно здесь можно прорубить и все. Потому что основной гараж вот здесь находится, под этим домом. С этой стороны там тоже площадь еще имеется. И можно сделать выход. В общем, вот в этом доме при желании можно сделать все, что угодно. Поэтому, ребят, если вдруг кто-то из вас мечтает о своем домике, кто-то хочет из вас приобрести дом мечты, я думаю, что Лесная сказка 2 – это лучший вариант для вас. Поэтому, если вдруг понравилось, обращаемся. С большим удовольствием привезу, все покажу. Ну, а теперь, ребят, всем пока и спасибо за просмотр. Пока.